Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов провел очередной прием жителей. Каждый прием – это общение с людьми, это их боль, это их переживания, это их жизнь. Конечно, ты через себя пропускаешь так или иначе. Школьники из летнего лагеря отметили день рождения светофора. Надо дорогу переходить, когда загорится на светофоре зеленый свет. Многочисленные арт-объекты на фестивале цветов. Более 30 инсталляций на территории, они очень разные, с разными подходами, но все несут тепло, свет, радость. Очередная встреча с жителями Ленинского городского округа состоялась в общественной приемной депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова. Помимо законодателя, в беседе с гражданами принимал участие глава муниципалитета Алексей Спасский. С какими вопросами к ним пришли жители округа, выяснял Максим Козлов. Прием депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова важная для жителей округа традиция. Сюда люди приходят, когда им не помогли решить их проблемы в других инстанциях. Они уверены, здесь их обязательно услышат и приложат все возможные усилия, чтобы помочь. Каждый прием это общение с людьми, это их боль, это их переживания, это их жизнь. Конечно, ты через себя пропускаешь так или иначе. Мы добиваемся не отписки, а добиваемся реального ответа, чтобы, по крайней мере, было что разъяснить нашим людям, которые приходят за помощью. Александр Михеев возглавляет Островский психоневрологический интернат. Котельная, которая отапливает учреждения, построена в 70-х прошлого века и уже едва справляется с отоплением. Решено построить новую, но вопрос с ее возведением затянулся. В 2017 году примет программа губернаторская, значит, подстановление из правительства Московской области. В 2018 году у нас в эту программу включили строительство блочной мотерной газовой котельной для нашего учреждения. Ну, вопрос, как бы, так долго-долго что-то не решается, каждый раз корректировки, корректировки. Поскольку учреждение находится в областном подчинении и решение вопроса не входит в компетенции муниципалитета, Вячеслав Фетисов пообещал лично обратиться к руководству Подмосковья. Давайте посмотрим, что нам ответит вице-губернатор. Да, я надеюсь, решим вопрос. Ну, хорошо, будем добиваться, так скажем. После приема Александр Михеев признался, что ни на минуту не сомневается, что дело, наконец, сдвинется с мертвой точки. Я уверен, что обращения к депутату, думаю, Вячеславу Александровичу дадут плоды. Потому что, ну, человек такой, слова на ветер не бросает. Жители микрорайона «Римский квартал» Сергей Толстых и Андрей Сычев пришли с целым рядом вопросов, которые передали Вячеславу Фетисову. Но ответы на некоторые из них получили прямо на приеме. Вопрос один интересует, значит, школьный автобус. Многие вопросы, с которыми пришли жители Римского квартала, касались развития окружающей инфраструктуры, а потому требуют более глубокого рассмотрения. На этой встрече мы услышали желание депутата Государственной Думы Фетисова Вячеслава Александровича посодействовать решению вопросов. Будем надеяться, что совместно он и глава администрации Ленинского городского округа Алексей Петрович Спасский поможет эти вопросы решить. Депутатские приемы проходят на постоянной основе каждый месяц. И чтобы пообщаться с Вячеславом Фетисовым, необходимо предварительно записаться и рассказать о своей проблеме. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В поселке Сосновый Бор сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, который на личном автомобиле незаконно проник на охраняемую территорию и вел себя неадекватно. Сначала охранник поселка пытался сам уладить конфликтную ситуацию, а затем нажал тревожную кнопку и вызвал группу быстрого реагирования вне ведомственной охраны. Сотрудники Росгвардии оказались на месте уже через несколько минут. Получив информацию, прибыли, охранник пояснил, что водитель машины в неадекватном состоянии, что-то поскандалили они между собой, указал направление и приметы автомобиля, номер, марку. Данный водитель был задержан нами, по внешним признакам находился в состоянии опьянения. На место вызвали полицию и передали сторонникам полиции. Как выяснилось, ранее гражданин был лишен водительских прав. Сейчас в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники Росгвардии напоминают о важности установки и использования кнопок тревожной сигнализации на охраняемых объектах для предотвращения преступных действий. Кнопка тревожной сигнализации устанавливается непосредственно на посту охраны или в помещении консьержа. Она может выполнена как в стационарном виде, так и документоваться радиобрелками. Радиус действия брелков варьируется в зависимости от пожеланий собственника. Также он позволяет незаметно подать сигнал тревоги на пульт охраны, незаметно для правонарушителя. В детском саду «Колобок» провели веселый праздник, посвященный Международному дню светофора. В нем приняли участие школьники из летнего оздоровительного лагеря. В игровой форме ребята повторили правила дорожного движения и приняли участие в увлекательных конкурсах. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Международный день светофора – прекрасная возможность юным участникам дорожного движения еще раз повторить правила безопасного поведения на проезжей части. Хотя они и так все прекрасно знают. Надо дорогу переходить, когда загорится на светофоре зеленый свет. К празднованию дня рождения светофора ребята из летнего лагеря «Колобок» подготовились на отлично. В нашем лагере «Колобок» очень много раз говорят о правилах дорожного движения. И мы их учим и приготовили до вас танец. Еще мы песни учили и стихи некоторые. Программа мероприятия была насыщенной эстафеты, конкурсы, танцевальные номера, песни и стихотворения, которые были посвящены виновнику торжества. Красный очень строгий свет, он горит в проездане. Желтый подожди чуть-чуть, а зеленый можно в путь. Международный день светофора ежегодно отмечается 5 августа. Именно в этот летний день был установлен первый прибор, регулирующий движение на дороге. Светофор состоит из трех цветов. Красный, желтый и зеленый. Нужно идти, когда зеленый горит, нужно идти. Когда желтый, чуть-чуть подождать. Красный, значит, прохода нет. В игровой форме дети еще раз повторили знание дорожных знаков и правильное поведение на проезжей части. Здесь в игровой форме, в таких хороших традициях, добрых, с участием всевозможных сказочных героев. Мы еще раз напоминаем ребятам о правилах безопасного поведения на дороге, рассказываем их о видах светофора, какие они бывают, регулируя движение транспорта, пешеходам. Мальчишки и девчонки дружно отгадывали загадки и выполняли сложные задания. Им пыталась помешать главная злодейка праздника – Шипокляк. Но ей не удалось сбить ребят с толку. Ребят, конечно же, нельзя играть в мячик на проезжей части. Разве можно нам, Шипокляк, так себя вести? Знаю правила. Я знаю знаки. Знак пешеходного перехода означает то, что можно переходить дорогу. А там, где нет знака пешеходного перехода, переходить дорогу нельзя. В оздоровительном лагере на базе детского сада «Колобок» отдыхают 50 школьников в возрасте от 7 до 9 лет. Как рассказала заведующая дошкольным учреждением Яна Николаева, досуг ребят очень разнообразен. У каждого отряда есть свой план. Каждый день запланировано какое-то мероприятие. Вчера, например, был день посвящен сказкам. И викторина в конце была заключительная. Тоже было открытое мероприятие. Праздник получился веселым и интересным. И главное, ребята повторили правила безопасности и пообещали сотрудникам ГИБДД, что будут грамотными участниками дорожного движения. Наталья Буслаева, Кирилл Ванов, Екатерина Давлятова, Виднетовы. Уникальные арт-объекты из живых цветов и самых необычных и разнообразных предметов можно было увидеть на проходящем в муниципалитете фестивале цветов. Наша съемочная группа вдохновилась прекрасным. Розы, пионы, гвоздики, георгины – десятки прекрасных букетов. Вот уже второй раз подряд на территории муниципалитета проходит фестиваль цветов. В этом году его открыл конкурс работ флористов с уникальной концепцией «Новое дыхание». Более 30 инсталляций на территории. Они очень разные, с разными подходами, но все несут тепло, свет, радость, цвет и свет. А еще красота и практичность – основное требование задействовать в работе строительный мусор и вторсырье. Одна из победительниц, москвичка Екатерина Юсупова, потратила на свой объект 4 дня кропотливого труда. Старое подвесное плетеное кресло, найденное на мусорке, плюс мох и потрясающие живые розы. И вуаля! Настоящий арт-объект готов. Олицетворение нашего сердца земли. То есть мы уничтожаем отходами землю, она умирает. Но через него пробиваются все-таки вот эти цветы. И это надежда, что весь мусор будет переработан. А главный приз отправится в далекий казахский кустанай. Работа флориста Оксаны Трутьевой напоминает, что когда одна дверь закрывается, обязательно открывается другая с массой новых возможностей. Вдохновила автора поэзия. Пока я готовилась, мне попалось на глаза стихотворение «Второе дыхание». Ну там о любви, оно такое близкое мне по ситуации пожизненной. В общем, я его взяла за основу. И когда мы уже приехали сюда готовиться к проекту, постепенно инсталляция стала немножко трансформироваться. Пройти мимо инсталляции, не сфотографироваться – почти преступление. Где еще можно встретить столько красоты и креатива. Здесь цветы все изумительные. Флористы, конечно, очень. Флористы молодцы. Постараюсь, конечно, есть такие вот моменты. Конечно, ты рот открываешь, и хочется обязательно запечатлеться рядом с этой красотой. Стоять частичкой. Поэтому у нас еще большие планы. Впереди еще большая территория. Сотни фото, или точнее цветных автографов дня, сделала и гостья праздника Наталья Демьянова, которая признается, что при ближайшем рассмотрении понимаешь, сколько же сил, вдохновения и любви вложено в каждую работу. Когда слушаешь отзывы самих флористов, как они это делают, как они подбирают цветы, действительно начинаешь видеть вот эту красоту, что используют какие-то цветы более садовые, делают их на разном уровне, на разной высоте, создают объем, легкость, и в итоге начинаешь это видеть. И это удивляет, как действительно так люди погружены в профессию, в творчество, и у них получается. В планах организаторов сделать фестиваль ежегодно. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.